Уважаемые коллеги, в течение последнего десятилетия белорусская экономика развивалась со среднегодовыми темпами 7% в год. Темпы роста внутреннего спроса опережали темпы РФП и основную роль формирования активной динамики внутреннего спроса играла инвестиционная сфера. Инвестиции при этом росли... Повторю, что темпы роста внутреннего спроса на протяжении уже последних 10 лет опережали темпы роста ВВП. Основную роль формирования активной динамики внутреннего спроса играла инвестиционная сфера. Инвестиции при этом росли с темпом 15% в год, то есть в два раза опережая темпы ВВП. Как и сложившаяся мировая практика, наша страна использовала механизмы стимулирования потребления со стороны как домашних хозяйств, так и со стороны государственного сектора. Результат. Нарастающий дефицит платежного баланса по отношению к ВВП. И в 2011 году наша страна нам представляется достаточно неплохо справилась с домашним заданием с точки зрения формирования единого экономического пространства и соблюдения балансировки в макроэкономической политике. Мы, на наш взгляд, как раз таки проявили ту ответственность при формировании экономических политик, которая так важна при объединении стран. Корректировка курса национальной валюты оказала положительное воздействие на структуру внешней торговли страны, на структуру платежного баланса, на макроэкономические показатели и соответствующим образом на платежный баланс, как результирующий результат работы экономики страны. Произошедший под давлением как внутренних, так и внешних факторов шок в национальной экономике был сглажен прежде всего за счет открытости нашей экономики. В отдельные годы внешний торговый оборот у нас достигал 120% ВВП. И этот факт подтверждает, что результаты внешней торговли в Беларуси во многом основаны на интеграции в рамках евразийского экономического пространства в том числе. Несколько слов еще об ответственной экономической политике. С 1 января 2012 года, как верно было отмечено, наша экономика, как и экономика России и Казахстана, функционирует в реалиях формирующегося единого экономического пространства. На текущий момент может показаться, что для ее основы нормы, новое единое правило работы на внешнем рынке прежде всего и внутри тройки пока остается рамочным. Однако нам представляется, что в ближайшей перспективе страны-участницы могут столкнуться с вызовами необходимости проведения согласованной экономической политики. Цель этой деятельности – синхронизация стадий экономического развития, участвующих в интеграционных процессах страны. При этом развитие интеграционных процессов де-факто налагает ограничения на используемые инструментарии, с чем Республика Беларусь непосредственно столкнулась в прошлом году. Отсутствие таможенной границы значительно уменьшило влияние номинальной девальвации на динамику реального курса белорусского рубля. Гиперреакция цен на девальвацию во многом стала следствием объективной необходимости выравнивания диспаритета цен с соседней Россией. В значительной мере это явление оказало надавление на внутреннем рынке, на внутренних ценах в сторону их повышения и соответствующим синергетическим, я бы сказал так, эффектам на инфляцию. Единое экономическое пространство при этом также налагает ряд ограничений на политику доходов, вынуждая предпринимать меры по выравниванию на баритетной основе уровень среднего дохода в стране. Отсутствие внимания к этому важнейшему фактору может привести к неравномерному распределению рабочей силы в рамках единого экономического пространства, с чем наша страна также столкнулась в начале 2012 года. Таким образом, уважаемые коллеги, сознательный отказ странами-участниками отряда национальных инструментов макроэкономического регулирования влечет за собой как ограничения, но на наш взгляд в большей степени возможности. Совокупный синергетический эффект от интеграции как дополнительный фактор экономического роста в конечном счете, на наш взгляд, превысит издержки. Несколько слов о Европейской экономической комиссии как гаранта макроэкономической политики, безусловно, которая даст именно тот положительный синергетический эффект. Стихийно складывающаяся интеграция экономических субъектов, безактивной и опережающей интеграции на уровне основных государственных экономических политик, рискует обострить не всегда благотворную конкуренцию. Мы допускаем возникновение такой угрозы, так как, по нашему мнению, экономики стран-участников единого экономического пространства структурно очень схожи, за исключением полезных ископаемых. И поэтому в этой связи содержит в себе потенциал конкуренции. Если рассматривать интеграцию расширенно не столько, как создание условий для успешного развития взаимных торговых связей, сколько как объединение воспроизводственных процессов отдельных стран на общем экономическом пространстве в единый цикл, то значимость согласованности в принятии решений экономическими органами трех стран повышается в еще большей степени. Координация промышленной, аграрной, транспортной, таможенной политик, политик конкуренции и государственного участия в экономике, что, на наш взгляд, особенно важно, по нашему мнению, позволит минимизировать количество взаимных сюрпризов экономической политики. Программы развития основных секторов должны обсуждаться и учитываться, а в идеале дополнять друг друга. Институты развития должны проводить единую политику в интересах ЕЭП, и в принципе на этом построена вся работа Единой экономической комиссии, идеологом которым в том числе прежде всего является наш уважаемый модератор. Очевидно, что несмотря на высокую зависимость экономики Республики Беларусь от процессов, протекающих в странах-партнерах, сейчас масштабы и степень открытости наших экономик различны. Различна в них роль государства. Они подтверждены различным рискам, по-разному и с различным лагом реагируют на одинаковые шоки. В конце концов, мы находимся на данный момент на разных стадиях экономического цикла. Синхронизация стадий экономических процессов в странах-партнерах и их последующей адаптации для условий каждой из стран должны играть создаваемые наднациональные органы, о которых я уже сказал. И на наш взгляд это их основополагающая роль. В этой связи, с учетом развития процессов экономической интеграции, важно понимать пределы, ограниченность и скорость взаимопроникновения экономики. В рамках Евразийской экономической комиссии крайне необходимо задействовать институт оценки регулирующего воздействия принимаемых решений на наднациональном уровне с целью проведения стресс-тестов национальных экономик для минимизации риска разбалансированности принимаемых решений, которые могут в той или иной степени негативно повлиять на условия ведения национального бизнеса. Такое предложение мы уже в рамках структуры Евразийской экономической комиссии внесли, и мы считаем, что департамент оценки регулирующего воздействия в процессах интеграции является крайне важным. При этом мы обязаны включить в процесс принятия решений и провести через эту оценку ключевые акты, которые готовятся или разрабатываются с учетом интересов бизнеса. В этой связи интеграционные процессы требуют большего внимания в работе по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и предпринимательской деятельности. Этот элемент необходимо, на наш взгляд, делать центральным звеном интеграционного процесса. Национальный бизнес и, прежде всего, малое и среднее предпринимательство будут являться в средней и долгосрочной перспективе фактором экономического роста всех трех стран. Отдельным сегментом формирования интеграционных политик стоит процесс объединения в единую цепочку создания добавленной стоимости существующего крупного промышленного потенциала наших стран. Разработка единой промышленной политики, основанной на формировании отраслевых стратегий, является ключевым фактором успеха в увеличении создания добавленной стоимости и особенно в обрабатывающих отраслях стран ЕЭП и гармонично их вплетение в глобальные мировые цепочки создания добавленной стоимости. Существенную роль в этом процессе играет работа наднациональных органов, опять же, связанных с формированием экономических стимулов для инвестирования в эти отрасли и для создания стимулов интеграции в этих отраслях. Прежде всего, стоит сфокусироваться на практике внедрения равных условий доступа к инвестиционным ресурсам для всех операторов единого экономического пространства. А так как предполагается, что такие процессы будут достаточно капиталоемкими, то в нашем понимании это также подразумевает формирование и специального института в рамках наднациональных органов, с помощью которого будут осуществляться инвестиции подобного рода на прозрачной и конкурентной основе. В настоящее время в рамках экономической интеграции стран, членов единого экономического пространства, на наш взгляд, еще не уделено должного внимания одному из важнейших элементов. Мы считаем, что этот элемент является целеполагающим элементом. Важно не просто обозначить на карте мира контуры единого экономического пространства, но и представить плод этой интеграции. И в этой связи таким плодом мы считаем, может быть и должен быть товар единого экономического пространства. Представляется, что этот аспект мог явиться существенным дополнением к процессу формирования бизнес-среды нового интеграционного объединения. Вот основные аспекты, уважаемые коллеги, которые, на наш взгляд, являются доминантами в процессах интеграции, в процессах успешной интеграции. И с этими инициативами на данный момент работают сейчас эксперты. В заключении, с учетом того, что на этой сессии присутствуют, не побоюсь этого слова, высочайшего уровня переговорщики, я бы хотел сказать, что если мы в рамках интеграционных процессов, в рамках взаимодействия наших стран научимся относиться к каждому как к себе и к себе как к каждому составляющему нашей интеграции, нас ждет успех. Если нет, то неудача. Или, по крайней мере, не тот уровень, на который потенциально может выйти единое экономическое пространство. Спасибо за внимание. Спасибо.